И всем привет, призраки! С вами, как всегда, я Гост, и сегодня мы поиграем за самого бедного Человека-паука! И попытаемся раздобыть ему денег для того, чтобы он купил себе следующий костюм самого крутого и богатого Человека-паука! Только вот, ребята, я вообще не знаю, можно ли это назвать Человеком-пауком. Знаете, этот костюм больше похож на какого-то Спудимена, как мне кажется. Просто посмотрите, какой он кринжовый! Я не знаю, я, ребята, более кринжового Человека-паука в GTA 5 не видел. И как же мы с вами будем выдавать сегодня деньги для того, чтобы его прокачать? Для этого нам, ребята, с вами предстоит ограбить банк в Лос-Антосе, самый центральный. И заработать с этого ограбления, ну, хотя бы 2 миллиона долларов для того, чтобы открыть следующий костюм и посмотреть его уникальные особенности. Но перед этим, ребята, не забудьте обязательно влепить лайк под этим роликом. Я, ребята, по-прежнему болею, очень тяжело записывать ролики, поэтому надеюсь на вашу поддержку в виде лайк-поза. Всем огромное спасибо, кто поставил уже лайкосик под этим роликом. Если ты этого не сделал, дружище, ставь прямо сейчас, обязательно подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, да, чтобы не пропускать новые ролики на канале. Ну что ж, ребята, я уже нахожусь неподалёку от центрального банка Лос-Антоса. И я предлагаю прямо сейчас заходить вовнутрь и приступать к ограблению. Так, побежали, заходим. Что у нас тут есть интересного? Так, двое охранников, судя по карте, и пока что они меня не видят. Нужно подобраться вплотную к первому охраннику и ударить его. Давай, блин! Неплохой такой ударчик! Чувак вообще просто офигел. Эм, я только что в твоих глазах, типа, ударил твоего друга. Ты чё, почему только сейчас помню, что по мне надо стрелять? Ладно, ребята, грохаем его тоже. Всё, отлично. У, нет! Успели нажать на кнопку. Значит, скоро приедет полиция. Блин, ребята, надо было мне сразу же валить того охранника и бежать сюда. Ну всё, ребят, приступаем к ограблению. Наш человек по угоду стаёт взрывчатку и вешает её на эту дверь для того, чтобы взорвать. Блин, какой реально укринжовый. Я просто не могу, ребят. Ха-ха-ха. Спудия Мэн, серьёзно. Кто из вас на кнопку нажал, а? Ну-ка, признавайтесь. Больше такого не делать, если вы жить хотите. Мне просто нужны деньги. Два миллиона долларов хочу. Но всё-таки мне хочется посмотреть, какой там следующий костюм у Человека-паука, который мы с вами, ребята, ещё не открывали в GTA 5. Спойлер, ребята. Если мы с вами накопим нужные деньги, то мы посмотрим на новые уникальные особенности и способности костюма Человека-паука. Поэтому будет очень интересно досматривать ролик обязательно до самого конца. Кстати, дружище, я тебе как всегда желаю приятного аппетита. Если ты сейчас кушаешь или попиваешь чаёчек, быстрее беги на кухню, если у тебя с собой нет никакой еды. Человечёчка, там кофеёчка или какой-нибудь колы вкусненькой. Так будет смотреть намного интереснее. Вот. Приятного тебе аппетита. Приятного просмотра. Как всегда, рассказывай там в комментариях, как у тебя дела. Не болеешь ли ты? Надеюсь, что нет. Потому что я тут, блин, простыл. Вот. Короче, болеть вообще не круто, честно говоря. Я не болел уже очень давно. Просто не раз болел ковидом. Только когда объявили карантин, ребят. Помните, да? Чё-то уже два года почти назад. И вот спустя столько времени я умудрился на улице просто как-то проветриться и всё. Сразу же заболел. Вот такие дела, блин, да? Во время пробежечки вечерней меня вот так продуло и всё. Теперь я болею. Ух, ребята, денюжки уже здесь. Отлично. Первый этап сделан. Теперь остаётся собрать все деньги. Самое приятное. И узнаем, сколько же мы с вами сегодня в итоге заработаем с этого ограбления. Ребята, ставьте ролик на паузу и пишите, как вы думаете, сколько здесь будет денег. Вот реально, напишите число. Один миллион долларов, два миллиона долларов, три, четыре, пять. Вот кто угадает, будет настоящим красавчиком. Я думаю, здесь будет примерно два с половиной миллиона долларов. Ну, потому что я уже вижу, что с этой мы с вами забрали. А, нет, погоди. Тут уже почти два миллиона долларов. Те, кто написал три миллиона или четыре, просто красавчики, ребята. Вы угадали. Короче, денег тут просто дофига. Так я себе даже получше костюм, ребята, смогу купить на эти деньги. О, да. А, сегодня этот Человек-паук, ребята, точно прокачается. И больше не будет Спудимена, а будет настоящий крутой паучок. Ух, сколько же их здесь. Я уже устал кликать на мышку. Тут, чтобы все эти деньги собрать, нужно просто постоянно нажимать на мышку. Так, ну всё, побежали на улицу быстрее. Копы, скорее всего, уже приехали. Три звезды, блин, мне сразу же навешали. Ох, как я сейчас буду от них удирать. Я просто не представляю. Так, на улицу, давай. И что у нас тут? Копы, блин, приехали. Да я так и думал, а. ОМОН вон сразу же, да. Ох, сейчас они мне, короче, надерут. Мягкое место. На, получи. Кстати, или я им надеру. Точно я же могу тачки взрывать. На, блин. Зря вы на машинах приехали, чуваки. Реально зря. Ха-ха-ха. Офигеть. Ребята, у нашего спудимена способностей немного, знаете. У него такие вот взрывные удары, как вы видите. Он может взрывать тачки, в принципе, людей также уничтожать. Но больше нет ничего. Немножко ускоренный бег и вот такие вот прыжочки. И получается всё, больше вообще реально нет ничего. Так, садимся в тачку и быстрее поехали отсюда, ребята. Нам нужно скрыться от полиции для того, чтобы эти деньги потом как-то обналичить. И уже воспользоваться ими, чтобы купить себе новый-новый костюм. Ты пока что, дружище, пиши в комментариях какую-нибудь интересную идею для следующего ролика. Что? Записать такого интересного. Вот, я обязательно попробую это сделать в ближайшее время. Я сейчас уже потихонечку выздоравливаю. Поэтому роликов будет много, дружище. И шорсов, и всего. Вот. А, кстати, тебе нравятся мои шорсы на канале? Смотришь ли их ты вообще? Я там выкладываю так-то баттлы разных героев. Вот. Не знаю, нравятся они тебе или нет. Напиши об этом в комментиках, потому что я что-то ни разу об этом даже и не спрашивал вроде как. Мне они, кстати, очень нравятся. Я прям люблю баттлы всякие в GTA 5 проводить. Потому что персонажей, героев очень много. И узнать, кто из них самый сильный, ну это реально интересно. Так, ну что ж, ребята, поворачиваем. И едем, как всегда, в наше любимое место. В канализацию. Ну а где еще прятаться, блин, такому спудимену, как вы думаете? Конечно, блин, в канализации. Со мной еще вертик вон летит. Так, немножко нитро подадим. Вот так вот, блин, 400 км в час. Нормально. Неплохо так. У меня аж ГТАшка провисла. Ох, кстати, неплохо тачка держится. Надо будет ползеть в какую-то тачку потом на каком-нибудь нашем эксперименте с машинами испытать. Потому что так-то она неплохо едет. 400 км в час гонит. И при этом даже ничего не делает. Не заносится там никак. Спокойно дорогу держит. Ну что, все, ребята. Вот так вот мы быстро с вами уходим от полиции. Прятимся в этой канализации. Сейчас стоит дождаться, когда они меня потеряют. И можно отправляться на обналичивание этих денег. Вот так вот, блин. Ребята, 3,6 миллиона долларов сразу же падают на наш баланс. Все, ребята. Мы их забрали. Теперь это настоящие деньги, которыми я могу воспользоваться. А я думал, надо будет их куда-то везти. Ну, как вы видите, нет, оказывается, просто прячешься от копов и все, все деньги твои. Ну да, это же не какое-нибудь золото, которое нужно еще продать. Короче, нам с вами очень сильно повезло. Но прямо сейчас, ребята, я предлагаю найти костюм, который действительно будет стоить 3,6 миллиона долларов. Мы все до копейки потратим просто на этот костюмчик. И узнаем с вами сейчас, какой же Человек-паук, а точнее его костюм, стоит таких огромных денег. Погнали! Вау, ребят! Вы просто посмотрите на это! Это тот самый костюм, который у меня получилось отыскать за такие деньги. Я даже не знаю, что это, блин, такое. И у нас еще есть какой-то дрон рядом с нами, который летает. Реально он с нами будет летать просто. Окей, ребята, давайте мы с вами посмотрим, на что способен этот Человек-паук. Он достаточно круто прыгает. Посмотрите, как это прикольно выглядит. Так, спускаемся на землю. Мне уже не терпится посмотреть, какие у него есть способности. Может ли он что-нибудь делать? Да, ребята, у него есть какие-то штуки. Вау, сюрикен! Да ну! Ребят, я могу кидаться сюрикенами, чтобы вы понимали. Так, подожди-ка, я хочу попробовать это на ком-нибудь. Ну-ка, давай на челики. Офигеть! Реально, ребята, я просто пользуюсь сюрикеном и протыкаю этого чувака. Ну и жесть! Вы посмотрите. О! Кстати, у меня здесь какой-то худ даже есть. Это ж лимон установлен. Да ну, серьезно. О, кстати, у нас там уже появилось какое-то задание. Пойдемте попробуем помочь городу, ведь мы все-таки Человек-паук. Да, вон какая-то заварушка происходит. Что тут за чуваки? Здорово, парни! А, вы тачку грабите, да? Ну-ка, подожди. На, получи. Ха-ха! Жесть, он встает сюрикеном в голове. Чего, блин? Ты чего мутишь, чувак? Хватит с читами играть. Да ну, серьезно. Ему вообще пофиг на мой сюрикен. Так, ладно. А что есть еще, например? Чего это за штука такая? Ух! И прям голову его воткнул эту штуку. Я могу его прицепить куда-то? На, получай, нафиг! Ребята, вы с вами просто его повесили на этом столбу. Жесть! Какой все-таки кровавый костюм. О, а это что такое? Ну-ка, подожди. Мне даже интересно стало. Так. О! Я могу... Я могу становиться невидимым! Да ну, блин. Это как вообще, ребята? Мы с вами просто становимся невидимым. Я хочу испытать эту способность. Так, иди сюда, братан. И что это такое? Подожди. И давай сейчас попробуем. А что будет-то? О, я не могу, ребята. Кажется, ему эту способность приорвнуть. Надо, чтобы было поменьше хп. А есть где-нибудь люди? Ладно, попозже, ребята, посмотрим. Потому что способность выглядит очень кровопролитной. Self-destruct. Эм, это самоуничтожение означает. Чего? Такая функция из костюма? Нет, я не хочу самоуничтожаться. Мне, кстати, интересно посмотреть, что может эта способность. Ребята, пушка стреляет. Вы посмотрите, реально, пушка стреляет! Офигеть, какими-то электрическими зарядами. Так, ну-ка давайте этого добьем. Вообще спокойно. Слушайте, это самая удобная способность. Просто стреляешь и ничего не делаешь. Лол. Ну-ка ловите, блин. Она сильная достаточно, ребят. Она просто отталкивает всех, кто есть поблизости. На, получай. Как же это удобно. Офигенный дрон, ребята. Не зря мы с вами его добавили тоже в этот костюм. Летает тут неподалеку от нас. Ух ты! У меня копье даже есть. И что с ним делать? Подожди. Давай попробуем его кинуть. Ребята, я могу кидаться копьем. Так, забираем. Офигеть, он сразу же убивает челиков. А, нет, смотри, он встает. То есть копье просто их, ну, грубо говоря, прижимает к земле, да? Лучше пользоваться чем-нибудь другим. А вот, кстати, например, способность. Ну-ка, давай попробуем это. О, еще один сюрикенчик. Что он делает? Возвращается ко мне, ребята. Я могу им просто бесконечности кидаться. Ух, блин, он там челика располовинил, да? А можно, например, сразу же в несколько челиков его кинуть? О, да, смотрите, ребята. Просто сразу же в нескольких мы с вами кидаем этот сюрикен. А сквозь эту стену не может пролететь, да? То есть вот он застревает, вот у нас просто... Ух, вылетел, все равно задел. Офигеть, какой прикольный сюрикен, ребята. Как был вообще этот костюмчик? Ребята, пишите в комментариях. Реально же офигенные способности. Хотелось бы урода только побольше, да? То есть чтобы он все-таки наносил какой-то такой, ну, ощутимый дамаг. А то он пока что что-то как-то непонятно дерется. О, кстати, мы можем с вами драться вблизи. На, получи нафиг. Круто, так. Давай к этому еще. А! Че, он умер? Смотри, вот так его вытыкаем. И да, ребята, мы его с вами... А, нет, не положили, офигеть. Почему они такие живучие, я не понимаю, чуваки эти. На, блин, лови сюрикен. Да сколько в тебя надо сюрикенов кинуть? Такое чувство, что штук 10, блин, а прежде чем он погибнет. Вот сюда тебе еще. Блин, прикольненько, ребят. Слушайте, мне нравится этот костюмчик. Реально прикольный. Необычный. Мы с вами еще не играли за такого человека-паука никогда. Надо будет обязательно его в шортсах протестить. Узнать, насколько он будет сильным. Хотя так, по способностям пока непонятно, если честно. То есть, у него есть крутые способки. Но по силе, конечно, остается под вопросом. Но вот эта пушка просто вообще имба. Реально офигенная. Она еще и тачки взрывает. Жесть. Она, мне кажется, из строя выводит технику. Да, все. Вот эта тачка что-то уезжает только долго. Там все, водитель уже выпрыгнул. Я все, хочу попробовать эту способность. Так, мадам. Вы не против? Идите сюда. Так, и сейчас мы используем эту способность на вас. Что? Что происходит? Что делается вообще? Так. Вау, фу, блин. Это что за дичь? Ребят, мы с вами превратили ее вот в такую штуку. Блин, ну это вообще не по-человечий паучий, знаете ли. Больше ближе к какому-нибудь виному или карнажу, по-моему. Ну ладно, видимо, этот костюм безумно-безумно мощный. Я сделал целый дистракшн. Ребят. Это ядерный взрыв. Да ну нафиг. Мы с вами взрываемся, уничтожаем все, что рядом с нами. О, дрон сломался, я превратился в Майкл. Значит, это ГГ, ребята. Я погиб. Да, и что? Я сейчас просто заспавнился, да? Да, ребята, я заспавнился неподалеку от медицинского участка. Ну и жесть, блин. Вот это костюмчик, знаете ли, ребята. Мне реально он очень понравился. Пишите в комментариях, как он вам. Зашел или нет. Если хотите, еще попробую отыскать какие-нибудь крутые, дорогие костюмы Человека-паука. Быть может получится отыскать что-нибудь за 5 миллионов долларов. Если вы этого хотите, ребята, ставьте лайк под этим роликом. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы этот ролик в следующий раз не пропустить. Ну и, конечно же, жду вас завтра, уже до нового ролика. Не болейте, ребята. Кушайте витаминки, чтобы не разболеться, как я. Желаю вам удачи на учебе, хороших отметок. Всем, как всегда, до скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока.